добрый день с вами художественная школа империи пиктур и у нас сегодня скетч по просьбе одной из наших подписчиц нарисуем мэйбл из gravity folds ну что давайте приступать для первого этапа нам понадобится простой карандаш мы грубо намечаем свинку рисуем ее сначала такой сарделькой после этого мы нашей сардельки пририсовываем лапку или нашу заднюю ножку после чего рисуем ушко хочу обратить ваше внимание что на сардельки я сделала такой бугорок это как раз таки щека наши хрюшки далее мы рисуем пятачок и снизу ротик справа от пятачка рисуем также щечку два глаза и второе ушко то есть мы с вами в принципе сразу уже прорисовываем начисто наметили примерно где будет хрюшка и прорисовываем ее еще две лапки передние и задняя лапка хрюшка у нас прыгает а мэйбл сидит на ней после чего мы рисуем сама мэйбл сначала рисуем кружочек это будет ее живот то есть ее тело после чего прорисовываем юбочку и уже прорисовываем рукава выше нашего кружочка то есть рисуем сразу тело после чего рисуем воротник и от воротника прорисовываем голову сначала также щелку по типу как у хрюшки примерно намечаем ухо здесь я намечаю примерно потому что еще возможно исправление то есть намечаем пока так примерный макет набросок рисуем вторую руку после чего прорисовываем кисть одна кисть далее голова сразу рисуем глазки такие два кружочка один заходит на другой под глаза под глазами между ними рисуем носик далее широко раскрытый рот с зубами ну и вот теперь нам необходимо немного увеличить голову потому что изначально мы наметили немножко маленькую и хочется сделать побольше увеличиваем сразу прорисовываем добавляем такие две торчащие части на волосах и лишнее подтирайте чтобы не путаться рисуем зрачки и вот мы и был наши практически готовы далее рисуем ногу носочки и саму стопу она у нас тоже обычным овалом нарисована наверное самое сложное в данной работе это руки вообще руки всегда даются довольно таки непросто даже когда я рисую я изрядно напрягаюсь с руками поэтому если вам руки даются очень сложно это норма вы это нормально то есть это сама по себе такая сложная деталь на человеке после чего мы рисуем звездочку на свитере мэйбл хвостик крючком ну и в принципе все мы работу выполнили в рисунке и теперь наша задача перейти ко второму этапу и обвести весь наш рисунок черным линером берем черный линер и хорошенечко аккуратно обводим весь наш рисунок одним сплошным контуром стараемся смыкать контур чтобы у нас контур не выходил за края и обязательно смыкался чтобы не было каких-то не замкнутых контуров также дорисовываю во рту язычок и три такие прямоугольника брекетов обычно на этом этапе когда мы с вами прорисовываем линером мы можем доработать кое-какие детали которые мы не прорабатываем простым карандашом ну я во всяком случае так делаю поэтому если что-то вы заметили вы допустим полосочки на свитере тоже можно уже сделать именно черным линером непосредственно проверяйте перепроверяйте свой рисунок дорисовывайте здесь уже знаете ваша фантазия безгранична можно что-то добавлять свое что-то убавлять как правило если даже рисуют готовой какой-то картинки я всегда что-то свое добавляли что-то убираю то есть рисую по своему видению происходящего поначалу конечно лучше срисовывать как можно четче а потом уже с опытом вы сможете сами контролировать работу и исправлять ее добавлять желаемые детали вот такие скетчи мультяшные допустим как граффити фоллс с мейбл да они больше все-таки сложны именно в рисунке потому что делать и в цвете это не так сложно как допустим более такие художественные скетчи а здесь все-таки более сложный этап это этап рисунка срисовать правильно ввести все это аккуратно а потом мы уже можно сказать что просто разукрашиваем то что у нас есть ну конечно мы разукрашиваем уже профессионально заливаем маркерами используя свет и тень таким образом наш рисунок превращается из обычного любительского в профессиональный скетч ну что наш второй этап подошел концу обводку мы завершили переходим на третий этап удаление простого карандаша вычищаем наш наш рисунок и переходим к заливке итак берем первый цвет такой но он не прям светло-коричневый но светлее чем следующий я взяла 102 цвет и заливаю им части на волосах мейбл снизу немножко сверху немножко ну в общем то и все далее беру 98 более темный цвет и заливаю остальное хочу обратить ваше внимание что маркеры всегда чуть темнее в самом начале чем при высыхании то есть да они высыхают они высветляются какие-то очень сильно какие-то не прям сильно но все маркеры по-любому высветлятся поэтому не пугайтесь что у нас сейчас волосы такие прям черные получаются на самом деле цвет высветлится будет очень светлый мы все цвета всегда подбираем по раскладке которую вы должны сделать при покупке маркеров и именно по ней вы сравниваете цвета я вам рекомендую даже выбирать не по тому цвету который использую я да вот сейчас двадцать седьмой использую бежевый вы можете взять подобный бежевый потому что я понимаю что у вас может быть другая фирма маркеров цветов может быть другое количество поэтому обязательно смотрите на раскладку цвета это очень важно 18 цвет более розовый делаем щечки 121 цвет такой знаете грязно красный наверное такой вот сложный красный красный цвет им проходим свитерок мэйбл хорошо прям полностью заливаем и также заливаем резинку на волосах 83 цвет это фиолетовый цвет но так как 121 я честно говоря никто не подобрала тень потому что у меня подобный цвет всего лишь один поэтому я решила сделать более такой фиолетовый оттенок тени и восемьдесят третьим цветом подхожу прохожу если у вас вдруг есть похожий цвет к 121 потемнее то пожалуйста можете им сделать также восемьдесят третьими я прохожу светлую часть на юбочке восемьдесят вторым более темным цветом прохожу 100 остальную часть юбки на мэйбл и верхнюю часть от звезды то есть от шлейфа который идет к звездочке 9 цвет это светло-розовый и заливаем всю хрюшку а пока я заливаю всю хрюшку я вам расскажу про наше заочное обучение я думаю что многие из вас уже знают о том что мы запустили в нашей школе заочное обучение что наша школа это официальная школа что в городе краснодаре у нас на сегодняшний день имеется уже шесть филиалов в которой обучаются около 600 человек учащихся и мы запустили сейчас заочное обучение вы можете закончить нашу школу не выходя из дома и не переезжают в краснодар получить образование получить документ об окончании и поступить уже с портфолио с этим документом дальше в среднее или высшее учебное заведение поэтому если вам это интересно более подробную информацию вы найдете в описании под видео но мы с вами едем дальше берем восемьдесят седьмой цвет это более темный розовый и проходим им тени на хрюшки вообще все вот эти вот мультяшки они в основном рисуются в 2 2 где ну точнее графика 2d да то есть не 3d графика эта графика векторная то есть она векторная она именно цифровая а если вы немножко знакомы с дизайном то вы разбираетесь растровой векторной графики так вот векторная графика она имеет как правило жесткие края то есть вот допустим свинюшки я сделала видите прям четкий контур нам не нужно его размывает там как-то делать какие-то растяжки нет просто жесткий жесткую такую контурную тень на свитерке у нас также тень осталось на носочки вот я сделала такую тень то есть это стиль изображения то есть стиль именно векторной графики также взяла желтый бирюзовый цвет их я уже не стала указывать в палитре потому что и так очень много цветов поэтому сами можете себе сделать этими цветами sg9 черный цвет или можете взять 120 темный прям черный проходим копытца нашей хрюшки проходим подошву на одежде немножко теней во рту у мэйбл далее я решила взять gg5 и сделать небольшой серый фон можете в принципе уже остановиться на этом моменте да просто нарисовав мэйбл на поросенке вот а можете попробовать со мной нарисовать фон такую я делаю серенькое облачко как бы летящую в облаках или в пространстве мэйбл на поросенке поэтому прохожу делаю такие дугообразные края ровные какие-то более широкие какие-то поменьше чтобы не совсем у нас было знаете такое все слишком слишком ровное потому что слишком хорошо тоже плохо вот такой вот серый серый облачко сделала и нулевым маркером делаю кружочки белые немножко такой воздушности придаю нашему скетчу если вы решили нарисовать мэйбл и нарисовали ее обязательно присылайте мне вашу работу в инстаграм империя пикчер онлайн ссылочку вы видите на экране или можете найти внизу в описании к видео в инстаграме я рассказываю вам о своей жизни показываю наши школы что я делаю ну и делюсь с вами полезной информацией поэтому подписывайтесь присылайте ваши работы будем общаться буду комментировать будем в общем поближе друг другу а мы уже перешли к следующему этапу взяли сначала черный линер подправили работу и потом перешли на белую ручку и белой ручкой уже завершаем всю красоту полосочки точечки в общем дорабатываем наш скетч обязательно белой ручки белой ручкой потому что без белой ручки лучше конечно скетч и не делать займитесь в белую ручку в комплект скетч маркером подписываем нашу работу и готова ну что вот такой прекрасный скетч веселый жизнерадостный у нас сегодня получился рисуйте вместе с нами присылайте ваши работы и не забудьте поставить лайк всем пока